Продолжение следует... Здорово, правда? И даже не думайте за мной спорить. Мать отправляет свою дочь красную шапочку поухаживать за ее старухой-бабкой и упрашивает девочку идти прямо и никуда не сворачивать. Как мило, не правда ли? Фу, гадость. Сейчас мы это исправим. Сделай это низко. Низко. Вперед. Крым скрывает две видоши в борделе. И так же без толку. Смейся, задомбейся! Как и гном вернулся! О нет! Как и гном вернулся! Не будь меня! Не откладывая на дом, кей тяжелым мощным задом! Сделай это! Погано! Сделай это! Сейчас! Ударим хорошенько! Крати! Не откладывая на дом, кей тяжелым мощным задом! Пойдем, Костик, к бабушке! Если нам повезет, она отбросит копыта еще до того, как мы дойдем до ее дома. Крати! Крати! Еще раз! Еще раз! Крати! Крати! Продолжение следует... 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 Вперёд! Брюхо животного. Фу, какая мерзость. Вот здесь уж точно не помешало бы навести порядок. И хватит уже лакать желудочный сок. Сделай это вонюче! Сделай это вонючая гриба. Режим. 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 Не откладывая на дом, бей тяжелым мощным задом! Ударим хорошенько! Сделай это грязно! Эйся, низко! Режем задом! Ударим хорошенько! Режем задом! Не откладывая на дом, бей тяжелым мощным задом! Ну-ка, что я нашел на этот раз? Чей черед? Погано! Смейся задом, бей! О нет! Сюда идет болван-дровосек, чтобы спасти этих тупиц от вполне заслуженной участи! Друг, не спеши! Пусть они еще немного переварятся! Ну пожалуйста! Сделай это мерзко! 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 Да... Весело и сильно сзадом от души! Чавкай и лупи! Прямо сзадом! Прямо сзади! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ударим хорошенько! Ударим хорошенько! У-у-у-у-у! Прах к праху, пыль к пыли, пыл волк помер и забыли. Ха-ха-ха-ха! Любо-дорого посмотреть! Девушки отдыхают... Не было просто необходимо. У нас не было выбора. Шапка, лентяйка ты чёртова! Дуй в лес и посмотри, не склеила ли ласта и наши старые корга. Если ещё нет, стащи у неё яиц или кусок сыра. И живо назад домой. А то я тут с голоду подохну. Подойди поближе, моя голубка. Из маленьких птенчиков получается славная закуска. У этого птенчика клюв тебе не понравится. Мы с тобой ещё увидимся. Я иду к бабушке, а у неё есть ружьё. А, к бабушке, значит. Ну, я уж постараюсь обойти стороной эту паршивую лачугу. Папуле нужны цветы. После них в доме не так воняет. Она никогда не спрашивает, откуда я их беру. О, я так обожрался, что меня сейчас сошлит. Бабка была совсем никуда не годной. О, впрочем, в животе всегда найдётся место для десерта. Извини меня, но выглядишь ты просто ужасно. Зато изнутри я очень даже ничего. Доброе утро, маленькая красная шапочка. Куда это ты направляешься в этот прекрасный день? Бабуля, а скальпель у тебя не при себе? Он у меня в переднике, вот чёрт. А то бы мы вспороли ему брюхо и выкатились отсюда. А как насчёт заднего прохода? Печки есть? Можно было бы воспользоваться утечкой газа. А у жабок? Вы из одежды, у меня нет ничего, кроме костюма Евы. Обожравшийся и совершенно беспомощный волк в итоге попался на глаза охотнику, который выслеживал его целый месяц. Лишь по счастливой случайности красная шапочка и её бабушка избежали ужасной смерти от его грозного топора. Обе они выкатились из распоротого брюха волка, перепачканы и вонючие, но, по их словам, ещё вполне хоть куда... Бабуля, в лесу темно и страшно, тебе надо переселиться к нам в деревню. А мне бы тогда пришлось чаще видеться с твоей мамашей, нет уж, благодарю. Да и в лесу теперь стало безопаснее. Но в нём ещё бродят злые волки, в следующий раз тебе может не повезти. Могло быть и хуже. Ты бы тосковала про мне, а никто другой про меня бы и не вспомнил. Нет уж, я ещё небо покопчу. Может, они и выжили, но я в этом сомневаюсь. Перо в своей сказке прямо говорит, что волк их сожрал, а значит переварил. Прямо на душе тепло становится, когда все герои сказки наконец-то получают по заслугам. Итак, пусть у всех наших сказок всегда будет такой же счастливый конец. До новых встреч!